Вот эта формула, да, довольно интересная. У нее есть еще одно свойство, кроме того, что мы из нее получили квадратичный закон зависимости. Давайте-ка мы вспомним первый замечательный предел. Синус х разделить на х, когда х стремится к нулю. Куда стремится? К единице. Отлично. А синус qx делить на синус х, к чему стремится, когда х стремится к нулю? К числу, правильно? Давайте я это запишу, потому что сейчас мы вдруг увидим совершенно неожиданное тождество. Синус qx делим на qx, это стремится к единице. Синус х делить на х стремится к единице. Разумеется, когда х стремится к нулю. Значит, синус qx деленный на синус х стремится к числу q. Но в правой части, когда х стремится к нулю, значит, мы доказали замечательное равенство. Число q равно произведению 2 в степени q минус 1 умножить на произведение квадратов синусов. 2х разделить на 1. Заметьте, это не гипотеза, это просто следствие вот этого тождества. Просто берешься к пределу, когда х стремится к нулю. Ну, конечно, когда вот есть такое равенство, в котором никаких пределов нет, никаких х нет, возникает вопрос о беспределах, просто увидеть, почему эта формула верна. Нужна или нет? Конечно, можно. Только перед тем, как это сделать, давайте поймем, для чего же эта формула на самом деле замечательная. Просто возьмем для небольших значений q, например, для тройки, пятерки и семерки. И посмотрим, что же у нас здесь получается. q равно 3. Получается, что 3 это 2 в степени 3 минус 1, это 4. 4 умножить на 3 минус 1 пополам, это единица. Поэтому просто квадрат синуса, 2π разделить на 3, это сколько? 120 градусов, правда? Или нет? 2π, это 360. Синус 120 градусов. То есть, другими словами, синус 120 градусов, это корень из 3 пополам. Это так? Это так. Формулу правил выдержу. Хорошо. Берем уравно 5. 5. Это есть 2 в четвертой степени, ну и 16. Умножить на... Так. 360 разделить на 5, это 72. 72 градуса и синус в квадрате 144 градусов. Но здесь уже имеется в виду рисовать. Вот смотрите. Когда есть правильный пятиугольник, то картинка вот такая. Правильно? Здесь у нас 72 градуса, вот здесь вот у нас 144 градуса. И получается, что произведение, что синус, синус это ордината. Произведение вот этих вот отрезков, это почему-то корень из 5 разделить на 4. Ну, корень из 5 чуть-чуть больше 2. Поэтому получается, что вот произведение чуть-чуть больше 1 в 2. Ну, на глаз вроде бы так. Но интересно, как это доказывать. Мы должны смотреть на вот такие вот отрезки. Произведение длин этих отрезков, если его возвести в квадрат, должно равняться числу 7 разделить на 2 в 6 степени. Ну, значит, произведение их, это корень из 7 разделить на 8. Корень из 7 разделить на 8. На первый взгляд, когда смотришь, совершенно непонятно, почему же вообще можно в разумном образе посчитать. Потому что эти отрезки в какой-то смысле никак не связаны с собой. Оказывается, разгадка в высшей степени костана. Надо смотреть не на эти отрезки, а вот и на такие. И, соответственно, здесь надо смотреть на длины таких вот отрезков. Давайте посмотрим, что здесь что. Это радиус окружности, поэтому это единица. Когда у вас есть треугольник, у которого какой-то угол и равноведренный, то вот этот отрезок, естественно, если пройти в высоту, она же медиана, это есть 2 синуса φ. Значит, вот этот отрезок, здесь я не 2 градуса, вот этот отрезок, это 2 синуса 36 градусов. А вот этот отрезок, это, соответственно, 2 синуса 72. Но, внимание, здесь же шла речь об угле 144 градуса. А синус 36 и синус 72 – это то же самое, что синус 72 и синус 144. Повторяю. Это то же самое, что синус 144. То есть, когда мы с вами умножали вот этот отрезок на такой, то это то же самое, что найти произведения вот таких и не забыть разделить на дважды два. Смотрим сюда. Не будет ли здесь такого реферма? Вот этот угол 2π разделить на син. Соответственно, вот этот отрезок – это 2 синуса π разделить на син. Хорошо. Следующий – это 2 синуса 2π разделить на син. И следующий – 2 синуса 3π разделить на син. Отлично. Но синус π разделить на син – это то же самое, что синус 6π разделить на син. А здесь 3π разделить на син – это то же самое, что синус 4π разделить на син. Значит, у нас получается, что вот эти отрезки в два раза короче. Давайте вот видим, какой короче какого. Возначим вот эти вертикальные отрезки x, y, z. Тогда вот эта величина – это 2х. Здесь 2х. Вот этот отрезок – это 2z. Если подумать, становится очевидно, что так будет всегда. Потому что, когда мы получаем в разделении на 2 нечетное число, то мы просто перебрасываем в π минус и получаем четное. Значит, задача свелась к тому, чтобы найти произведение таких отрезков, ну и в соответствии таких, ну и в общем случае, да, имеется правильный П-угольник, у нас прямечетное число, хотя это не так важно, требуется найти произведение длиннотрезков, соединяющих точку 1 с вершинами, расположенными над поиском абсцисса. Это очень легко сделать. Для этого надо просто написать формулу x в степени q минус 1. У нас есть q – нечетное число. Это и есть произведение по всевозможным корням из единиц. Это просто тяга внизу. У многочлена x в степени q минус 1 q корней, и, значит, вот такая формула верна. Замечательно. А давайте разделим обе части на x минус 1. Получим. Здесь по-прежнему все выражения только кроме единицы. Мы перебираем все корни, все корни, кроме числа 1. Теперь мы знаем, что будет x в степени q минус 1, и, значит, x минус 1. Это просто-напросто x в q минус 1 плюс x в q минус 2 плюс и так далее плюс x плюс 1. И получилась замечательная формула. Можно забыть уже правильное выражение. И получилось, что мы вот такой многочлен разложили на линейное множитель. Хорошо. А теперь давайте вместо x подставим единицу. Заметьте, пожалуйста, казалось бы странно, да, потому что x в ку минус 1 делит х минус 1, как-то 0 делить на 0. Но это уже многочлены. А для многочлена равенство, уж если оно верно, то оно верно всегда. Подставим вместо x единицу. Тогда в левой части получается число q, а здесь получается то самое, возведенное в квадрат произведение длины. Ведь что такое единица минус z? Это вот такое вот обликстое число. По всем корням, в том числе и по этим трех, да, получается возведенное в квадрат произведение. И оно равняется числу q. Соответственно, если мы оставим только три верхних отрезка, ну, получится корень из q. Почему там еще была степень двойки? Ну, я вот объяснял, что здесь были двойки. Формула доказана.